Всем снова привет! Сегодня будет обзор на лего модель Звезды Смерти из Звездных Войн. Вы помните, что я уже снимал видео, где я распаковывал вот эту самую Звезду Смерти, а потом еще снял несколько видосов, где я ее собираю, но потом я бросил. Я еще снял, что не буду снимать лего, ну то есть как я его собираю, а снимать готовые модели. Так вот, как я и обещал, вот вам готовая модель Звезды Смерти. Так, давайте сейчас рассмотрим ее по порядку, каждый этаж. Начнем снизу. Так, ну на первом этаже, если посмотреть внимательно, ничего особого нету. Ничего особенного, точнее. Вы меня извините, что у меня голос такой, я приболел немного. Так, теперь второй этаж. Тут уже поинтереснее. Вот здесь, например, находится пресс для мусора. Куда попали Хан Соло, Принцесса Лея, Люк Скайуокер и Чубакка. Ну, чтобы показать, как работает этот пресс, я сейчас мини-фигурки вытащу, а то они тут будут мешать. Ой, Чубакка тут на две части. Раз... Ах, развалился, ничего, соберу его потом. Так. Всех вытащили. Отлично. А теперь вот как работает этот пресс. О, понятно теперь. Так, сейчас подождите, я мини-фигурки назад сюда поставлю. О, все. И да, кстати, видите, вон там, вот тут стена, которая закрывает им вход в литвую шахту. Вообще-то она тут отодвигается, эта стена. Вот, вот так. И теперь там проход свободен. Ладно, задвину назад. Потому что когда они сюда попали, им просто уже все пути выхода отрезали. Так, дальше. Вот здесь Оби-Ван Кеноби, состарившийся уже, который что-то тут отключает на генераторе. Он тут, видите, нажимает какой-то рычаг, что-то тут отключает. Я уже не помню, что именно. Хоть я и смотрел фильм, но я уже не помню. Так, что дальше? Здесь у нас другой вариант Люка Скайуокера. И он тут утирает от штурмовика. На канате. Вот так вот. Виии. Ладно. Так, а вот здесь у нас находится, видимо, манипулятор, который двигается. Вот так вот его можно двигать, и его щупальца тоже двигаются. Так. А здесь находится лифт на третий этаж. Если здесь покрутить вот эту ручку, то лифт поднимается. Так. Только вот немножечко, когда он опускается, тут немножечко он некорректно. Потому что тут запутывается веревка, которая отвечает за работу этого механизма. И получается какая-то чертовщина. Вон она тут и сейчас запуталась. Распутаю ее потом. Так. Ну и наконец, на втором этаже еще находится вот эта вот бластерная пушка. С которой сидят два имперца. Эта пушка тоже, как вы видите, вращается. Также ее можно приподнять и опустить. Вот так вот опустить и приподнять ее можно. Так. И еще она стреляет. Если нажать вот сюда. Но я пока не буду с нее выстреливать. Переходим теперь к третьему этажу. Вот здесь вот ангар, в котором находится истребитель Дарта Вейдера. Его вот отсюда можно снять. Так. Давай, доставайся. Ну давай. Доставай. О, все, достал. Вот он. Его здесь тоже можно открыть. Вот так вот. Ладно. Сейчас я его пока на место пристрою. Есть, готово. Так. Дальше вот. Здесь у нас находится главное орудие Звезды Смерти. Которое выстреливает вот таким вот лучом. Сначала вылезают вот эти вот все маленькие лучики. Они собираются в один мощный пучок, который способен разрушать планеты. Работает это орудие на кристаллах, из которых джедаи делают свои лазерные мечи. Эту пушку также можно двигать. Но с четвертого этажа. Вот отсюда. Можно двигать ее вправо-влево. А также, если здесь покрутить, то она опускается. И поднимается. И все это происходит при помощи вот такого вот сложного механизма. Здесь много, видите, разных шестеренок и прочих деталей. Так. Ну и здесь еще одно. Интересное. Место есть. Это вот эта вот дверь. Почему интересно? Потому что, если крутить вот за эту шестеренку, то она открывается. И ведет в ангар. Точно как она открывается, так и закрывается. Так. Готово. Здесь у нас находится, по всей видимости, тюрьма. Вот тут фонарь, который освещает. Все. Вот это вокруг. А здесь Хам Соло, который, наверное, сбегает отсюда. Тут он уже в костюме штурмовика. Замаскироваться хотел. Вот тут даже можно открыть эту тюрьму. Вот так. Ну и еще вон там, не знаю, наверное, плохо видно. Вон там. Вот. Яма есть. Она должна держаться вот так вот закрытая. Но нет, не держится почему-то. Но так-то, по сути говоря, она должна быть вот такой. И когда открывается вот эта вот штука, то потом все проваливаются прямиком к прессу для мусора. Ладно. Ну а вот тут у нас находится тронный зал, где происходит битва между Люком Скайуокером, который уже джедай, и Дартом Вейдером. Вон там на троне сидит сам Император Палпатин. Трон его, кстати, можно вращать. И тут еще два его гвардейца. Стоят. Так. Переходим теперь к четвертому этажу. Вот тут у нас еще две бластерные пушки, которые можно вращать. Вот так. Также можно двигать вот эти вот самые дула у них. Или как это называется, я не знаю. Дальше. Тут, видимо, стол для разных собраний и заседаний. Вот здесь у нас уже сидит Гранд Мофт Аркен. И еще один имперский. И с ним имперский офицер. Так. Здесь вы уже видели. Ну а здесь у нас... Мастерская. Вон тут разные инструменты есть. Здесь... Какой-то увеличитель. Астромеханик чинит другого имперского дроида. Тут, кстати, стол можно приподнять. И вот так вращать истребитель. То есть, то, к чему он крепится. А истребитель уже вращается вместе с этим. Ладно. Закроем назад. Давай. Сюда назад ложись. Ну и, наконец, в самом... В самой середине Звезды Смерти есть лифт. Я туда установил дроидов Арт-2, Д2 и Си-3ПО. Опускается и поднимается этот лифт посредством вращения вот этой вот лебедки. Вон. Все. Пошел опускаться. Так, поднимем-ка его назад. Ой, отвалилось. Ничего, сейчас исправим. Ну ладно, обзор на набор закончился. На саму модель. Теперь обговорим все плюсы и минусы. Первый, наверное, и самый главный плюс – это цена. Стоит вот этот вот набор 10 тысяч рублей. Потому что это аналог Лего. А оригинал Лего стоит гораздо дороже – 30 тысяч рублей. И это самая маленькая цена, которую мне удалось найти. 10 тысяч – это, конечно, тоже дорого. Но, согласитесь, это не 30. Ну и второй плюс, наверное, такой же важный – это быстрая доставка. Пришел мне этот конструктор. Чуть больше, чем через две недели. И при этом доставка была совершенно бесплатной. Теперь плюсы вот этого набора перед другой звездой смерти. Вот это вот – звезда смерти 2016 года. А есть еще более ранняя версия звезды смерти. Какого года, я уже не помню. 11-го вроде или 13-го, где-то в этом роде. Так вот. В этой версии, что нового? Здесь добавлено еще 200 дополнительных деталей. Даже больше. Несколько еще новых мини-фигурок. Также в старой мини-фигурке здесь виды изменены. И они, по-моему, в новой версии больше похожи. Взять, например, хотя бы императора Палпатина. Я смотрел, как он выглядит в старой версии. Так вот. У него там лицо было какое-то серое. А здесь у него уже лицо с желтоватым оттенком. И если честно, мне новая версия Палпатина нравится гораздо больше, чем старая. Но также виды изменения потерпели все оставшиеся мини-фигурки. Но по мне так они только лучше стали. И также виды изменены были некоторые детали. Ну ладно, теперь минусы. Так как это не оригинал Лего, то тут, понятное дело, может быть нехватка некоторых деталей. К сожалению, это коснулось и меня. Здесь не хватило некоторых деталей, но какие-то я просто заменил, а где-то импровизировал. Просто у меня еще есть куча своих деталей. И по счастью, они были точно такие же, как и здесь. Поэтому я их сюда поставлю. А некоторые детали лежали не на своем месте. И поэтому у меня создалось впечатление, что и они тоже пропали. Точнее, их не хватает. А на самом деле они просто лежали не на своем месте. Хотя есть и плюс, здесь также есть, который я еще не назвал, плюс этот. Здесь есть запасные детали. В случае, если там какая-нибудь потеряется, можно ее приделать. Я некоторыми такими воспользовался. Но и то воспользовался только от того, что лежало, опять-таки, что там лежали детали не на своих местах. Вот так вот. Так. Ну и следующий минус. Одна из деталей была деформирована. Какая именно, я показать не могу. Потому что мне придется все это разбирать. И еще один минус. Одна из мини-фигурок была повреждена. Это вот этот императорский гвардеец. У него была повреждена нога. Чтобы она нормально держалась, я здесь ее немножечко пластилином прилепил. Почему не клеем? Потому что намертво прикреплять я не хотел. Пластилином я прикрепил, чтобы обеспечить подвижность. Ну и на этом, наверное, все. Если вы тоже хотите купить такой же конструктор, я ссылочку оставлю в описании. И после того, как я уже озвучил все плюсы и минусы, вам решать, хотите вы покупать этот конструктор или нет. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!